Написание объявлений в Google использует написание каждого слова за главные буквы. Да, работает. Можно. Могу показать даже. Текстовые объявления, то есть не динамические. Вот, а нет. Ну вот, да. Видите, прошло модерацию, все ок. Ира крутится. Могу показать даже в самом AdWords. Какая сейчас средняя цена ли? Да. А так, извиняюсь, пропустил какие-то вопросы. Так, как настроить Яндекс.Директ самостоятельно на территории для фриланса не имеет значения. Каков минимальный бюджет? Как им правильно распорядиться, чтобы заработать больше, чем потратить? Я не знаю, потому что надо более детально на это смотреть. Извините, Стефания. Ну, пишите более детально. Я попробую ответить на вопрос. Почему почти все сайты, представленные как выполнен на работе на сайте, не работают и не существуют? А мы их уже перенесли. И сейчас я на самом деле... Если вам нужен актуальный портфолио, можно его запросить просто и вам ответят. И, кстати, не все. Их несколько. Несколько просто мы переносим. Часть работает, все нормально. Можете написать им, людям позвонить, спросить. Они живые, адекватные люди. Какая сейчас средняя цена лида в твоем агентстве? Если запущенная реклама... Ну, я могу точно сказать, у всех она в цене... Если лид на лендинге, это где-то полторы-две тысячи рублей. Сейчас средняя цена по рынку. На директ это, по-моему, столько же. Полторы-две тысячи. Есть ли смысл пользоваться динамическими объявлениями? Смотря где, опять же, в директе или в AdWords. В AdWords, да. Насколько они актуальны среди заказчиков? В AdWords очень актуальны, но люди не спрашивают это. То есть, если мы делаем, то круто. Если не делают, то они как-то не замечают. В большинстве случаев. Конечно, есть один из десяти, кто знает это. Меня смущает тот факт, что Яндекс, так и Гугл рекомендуют автоматические назначения ставок за клик. Нет динамики. Можно делать максимальную цену за клик. И как в Яндексе, так и в Гугле. И вы можете этим ограничивать. То есть, все ограничения выставить можно, никаких проблем нет.